Вернёмся к нашему основному вопросу. Почему, собственно, вот эти формулы мы провели? Ну, что касается первой формулы, то что она правильно понять не так сложно. Дело в том, что если мы представим себе вот такую таблицу для сложения 15 чисел, то можно заметить вот что, что когда мы складываем 15 чисел, они являются либо нулями, либо единицами, и если среди этих чисел единиц, ну, например, будет m, то вот эта сумма просто-напросто равна числу n по модулю 2. То есть, если m чёртно, она равна нулю, а если m не чёртно, она равна 1. Но, с другой стороны, результат нашего сложения, то есть число, у которого двоичная запись, вот такая, это и есть не что иное, как двоичная запись вот этого нашего числа m. Потому что вот это число как раз и равно обыкновенной сумме. Наши 15 числа сумма равна n, потому что там m единиц, остальные дуги. Но когда мы берём число n и записываем его в двоичной системе, младший его разряд как раз и равен 0, если это число чётное, равен 1, если это число не чётное. Ну, запоминаем двоичную систему. Так что первая формула доказывается легко. А вот следующая немножко послазнее, но мы сейчас это всё-таки сделаем. Ну, давайте возьмём, например, скажем, ну, первую формула, а вторую формула, ну, у нас номер единиц и y к 1 равно вот такой сумме. Опять же, пусть среди 15 слагаемых только m числа равно единице, остальные равны 0. Тогда наша обычная сумма будет равна числу, правильно? Нам нужно будет это число, я могу сказать, в двоичной системе, и получаем цифры y0, y1, y2, y3. С другой стороны, число y1, мы хотим доказать, что оно вычисляется по этой форме. А какой результат получится в этой форме, если мы вместо переменных поставим нули единицы, и единиц будет ровно m штук? А вот так вот. Если единица m штук, то какие из вот этих произведений будут равны единице? Каждое произведение будет равна единице тогда или и тогда, когда производство множество равны единице. Поэтому число различных произведений, в которых получатся единицы, это будет число способов выбрать из m единиц 2 единиц. А сколькими способами можно из m единиц выбрать 2 единицы? Ну или, я хочу вспомнить вот эту формулу, если число просто-напросто равно m на n-1, 0,2. Те из вас, кто решал задачу, как найти число пар, как раз увидят, что вот это число единиц. Таким образом, среди вот этих слагаемых единицы будет вот столько раз-других. Потом мы должны эти слагаемые сложить. Какое число положено? Ну, вот оно и положено. Среди, да? А в самом конце мы должны заменить результат на остаток отделения на 2. Потому что сложение у нас делалось по модулю 2. Значит, остаток будет равен не переменному коэффициенту, а переменному коэффициенту по модулю 2. И вот нам нужно убедиться, что вот это число в точности впадает с числом y2. Ну, сейчас мы это увидим, почему это так. А давайте посмотрим, что будет, если мы будем вычислять аналогичным образом y2. y2, к сожалению, я уже что-то, вычисляется таким образом. Это сумма таких произведений четвертых переменных. Когда произведение четырех переменных равно единице? Когда все эти переменные тоже равны единице? Но если в связи из наших значений переменных единиц n штук, то сколькими способами мы можем выбрать четверки единиц? c из n по 4 шпорта. Это известное правило комбинаторики. Я его, к сожалению, правду не доказал. Формулу я написал. Значит, как эти числа, запись с помощью таблицы Паскаля, я тоже написал. А вот почему они будут выражать решение комбинаторной задачи, а именно количества четверок, скажем, из данных элементов, я не объяснил. Но я, наверное, не буду что-то это сейчас делать, иначе я боюсь просто не успеть до конца. Так что придется вам в это поверить, или прочитать где-нибудь, или сами можете доказать. Так вот, количество четверок будет c из n по 4, так что сумма будет равна c из n по 4. Но так как сложение делается по модулю 2, то окончательный результат будет такой. Нужно взять c из n по 4 и привести его по модулю 2. То есть заменить на ноль и единицу в зависимости от четности и нечетности. Ну и, наконец, и крикцидит, как мы будем вычисляться. Но аналогичным образом только будет, естественно, гигнальная крикцидитция из n по 8. Потому что произведение 8 с областили, оно будет равно единице только тогда, когда все они должны единиться, из n выбрать 8, мы можем c из n по 8 по 4. Значит, полностью сумма будет равна c из n по 8, а так как мы их складываем по модулю 2, то окончательный ответ должен быть вот так. Таким образом, мы видим, что для вычисления вот этих чисел вместо вот этих формул, тоже довольно громоздких, можно пользоваться бельмянными коэффициентами. а именно вычислить вот эти бельмянные коэффициенты, но нужно их потом привести по модулю 2, то есть выяснить, будут они четные или нечетные. Конечно, это можно делать так. Сначала вычислить бельмянные коэффициенты челюстно, вот по этой формулы, а потом поделить на 2 и найти остальные. Ну, это может привести к таким громоздким вычислениям. А можно приступить по-другому. Можно взять и начать строить треугольник паскалик, по тому же правилу, но складывая числа по модулю 2. Субтитры создавал DimaTorzok